Есть необходимое, есть достаточное. Вот учиться недостаточно. Учиться необходимо. Написано в том же Перке Олес, который я цитировал сегодня, по учению Хатцов. Там написано, лой амгоорас хосит. Невежда не может быть благочестим. Это, кстати, апропо, Юр, к нашему разговору. Тогда не будет рядом помену церковью. Значит, невежда в православии, например, грамотность, она не рассматривалась как ценность. Никогда. Как святыми воспринимались юродивые. То есть люди вообще лишенные. Теперь. Невежда не может быть праведником. Не может быть благочестим. По одной простой причине. Он не знает, что надо делать. Не потому, что он плохой, не дай бог. Или не потому, что он не дотягивает до стандартов. Он просто не знает, что делать. Безграмотность лишает ориентиров и критериев. Вот в чем катастрофа. Человек, который меряет себя и мир критериями внутренними, исходя из личного представления о комфорте, о справедливости, правоте и так далее, он неизбежно будет делать не просто массовый ошибок, он неизбежно скатится в преступление. Потому что единственным критерием может быть воля Творца, которую он выразил в своем откровении в пророчестве. И поэтому человек, который этого не знает и этого не учит, он по определению, он может быть искренним до донышка. Он может быть чист в помыслах. Но он не знает, что хорошо, что плохо. У него нет критериев оценки ни внешних, ни внутренних. Поэтому учиться обязательно. Знать обязательно. Но это только фундамент. Это именно критериальная система. А дальше начинается внутренняя доводка. Человеку, который тяжелее всего быть религиозным, религиозным человеком. Потому что грубые какие-то блоки выставить очень несложно. А вот тонкая доводка, когда у тебя любой вменяемый человек знает, что выгнать здание занимает очень небольшое... Ты видишь, стоит дом. И он уже действительно стоит. Все есть. Только для того, чтобы он стал жилым, а еще, не дай бог, уютным, да, тут надо... Вот тут-то и начинается пахота. Точно так же строительство человека. Да? Ты можешь выгнать основные блоки. И оно будет стоять. Но для того, чтобы оно было жилым, уютным, и чтобы хотелось туда зайти, надо глушить очень много сил. И человек должен... Эта вот рефлексия... Честность, как отношение к себе, на основе критериев, которые тебе дал Бог, это чудовищно тяжелая штука. Это удел щитных единиц поколений. До такой степени, что написано на Каверит Медраж. Увидел Бог праведников, что их мало, и сделал так, чтобы было, по крайней мере, по одному в каждом поколении. Это и есть полненая праведность, да? Без скидок, без ничего. Все остальные люди, они не дотягивают до идеала. Но с другой стороны, однозначно и ждут. Ведь Всевышний был доставлен, он знает, с комом он имеет дело. Папа очень, всегда больше всего нежности достается больным детям. Скажу после Равшана. Рэба, смотрите, есть у человека болевой порог. Человек что-то делает, ему больно, он больше туда не делает. Душа может проявлять себя, как у души есть, как болевой порог? Или это ссорность у человека? Я тебя не понял, еще раз, прости. У человека, у самого физического тела есть болевой порог. Душа может проявлять какие-то знаки? Душа может себя проявлять, когда человек что-то делает не так? Дай повторю твой вопрос, и ты скажешь правильно. Ну, там у меня проблема, вы знаете. Я не могу что-то фонуировать. Саня, подожди секундочку. Я говорю, дай повторю твой вопрос, и ты скажешь правильно ли я тебя. Хорошо. Если я правильно понял, ты спрашиваешь, вот следующее. Есть сигналы, которые подает тело о неблагополучии? Есть ли подобного рода сигналы у души? Так? Можно попробовать ответить на этот вопрос? Он же не тебя спросил, зачем ты нашла? Потом поговорить. Я что против? Друзья, однозначно есть. Однозначно есть. В Талмуде написана удивительная вещь, например. Сказано, хашберойши, яаса бетээра. Если у человека болит голова, надо учить тоже. Что говорит Талмуд на самом деле? Что это за шуточки? Я и без головной боли не могу учиться по-человечески. Тут, так сказать, головная корова. Говорит следующее. Когда у тебя есть физический голод, у тебя дискомфорт, тебя щимит. То есть, организм подает сигналы, что ему не хватает питания. Говорит Талмуд. А может быть, когда у тебя болит голова, это организм тебе подает, твоя душа тебе подает сигналы, твой мозг тебе подает сигналы, что ты его не кормишь. Что он пихаешь в сокол гадости, а настоящего не даешь. Как он может тебе показать, что обрати на меня внимание, мне тоже нужно. Это я тебе привел просто пример из Талмуда. На самом деле, то же самое на разных уровнях. Человек неплох. Человек неплох. Человек неумен. И эгоистичен. Для того, чтобы человек преодолел свою эгоистичность, которая губительна для души, ему надо очень сильная работа мозга и, как я сказал, наличие критериев, наличие ориентиров, наличие мерок, которыми он меряет себя и происходящее. И это тяжелая работа, это труд. Потому что внутри меня сидит животное. И это животное качает права. Любое, какое было домашнее животное, он понимает, что животное качает права. И только очень сильной дрессурой ты можешь заставить это животное держать себя в угодных тебе рамках. Но если ты этого не делаешь, оно начинает тебе диктовать. Оно тебе диктует. Не ты его, уже хозяин. Оно тебе объясняет, что ты должен, как ты должен его обслуживать. То же самое с тем животным, которое у тебя внутри. Или ты его выдрессировываешь, понимая, конечно, естественные рамки. Столкни меня сейчас с крыши, скажи, ну, лети. Я боюсь, так сказать, я не справлю с заданием. Понимаешь? Теперь. Но находясь, когда ты дрессируешь в этих рамках, в которых ты знаешь, что и как ждать, ты можешь заставить его делать то, что ты считаешь правильным, а не то, что ему хочется. Понимаешь? Но у каждого из нас есть внутри некое представление о том, что хорошо, что плохо. И я несколько раз доказывал людям, что они сами прекрасно знают, когда они делают хорошо, когда плохо. Правда, это ничего не меняет. И продолжают делать плохо. А прополм о моем курении. Но все равно мы чувствуем. Мы чувствуем, мы знаем, и у нас есть дискомфорт. Мущение совести в еврейском языке нет слова совести. То есть в современном еврейском языке его сделали. В настоящем еврейском языке, в святом языке, слова совесть нет. Потому что совесть это интуитивно-нравственное поведение. В еврейском языке говорили или праведность, или честность. И совесть, да? Праведность и честность. Вместо, вот там, где вы говорили, говорили или праведность, то есть соответствие желания Творца, или честность. То есть отказ от обмана других и самого себя. Понимаешь? А вот слова совесть не было. Почему? Потому что, когда все висит на твоей интуиции, скользко. Сколько раз я слышал великолепные шутки на тему, так сказать, у меня совесть чиста, я никогда не пользуюсь. А человек нам может сам выводить эти критерии на основании жизненного опыта, фруссовских теорий, или чтения, сущеных текстов? Ты пропустил мимо ушей добрую половину того, что я говорил. Я пытался объяснить, что человек может пользоваться в качестве критериев только тем, что ему дал Бог в откровении. Все остальное, это очень ненадежное минное поле. Очень ненадежное. потому что у каждого из нас спекулятивное мышление. Мы пытаемся все время объяснить себе, почему так, как я хочу, так правильно. Это всегда работает. Даже при наличии критериев, а при отсутствии критериев, если опираться именно на свои представления и так далее, у меня дети растут. Ну, то есть, растут. У меня все взрослые, слава богу. У меня младшим семнадцать уже с половиной. Маленьких уже нет. Уже что посеял, то и пожнул. Но когда они были маленькие, я очень пытался, очень пытался их правильно воспитывать. много на эту тему думал. И одна из вещей, которые я пытался вложить все время в голову, что себя нельзя жалеть. Себя нельзя жалеть, себя нельзя экономить. Потому что тогда это обязательно окажется в тупике. Потому что человек должен быть затратным. и это путь. А насчет критериев, я все время пытался им объяснить, что их желание обусловлено нехваткой чего-то. но то, что им чего-то не хватает, может быть их проблемой, но не может быть руководством действия. Потому что откуда пришло это желание, они не знают. если это очень редко, потому что я хочу лучше служить Богу. Обычно мои мотивы, они гораздо более сземленные. И поэтому на них предлагаться нельзя. понимаешь? Понимаешь? За тобой что-то спрошу. у меня вопрос он про страхи, но не совсем потенний, но есть у человека интуитивно какие-то страхи. Сейчас говорят, что все наши мысли, они материальны, и страхи могут реализоваться. не все, я вам точно говорю. Иначе бы мне было очень плохо. говорят. А сегодня я подумала, что может быть это Бог нам посылает эту мысль, чтобы предупредить нас об этом? То есть как тут мысль от Бога или мысль от нас самих, и потом она уже реализовывается? Все мысли от нас самих. Бог нам мысль не посылает. Не надо не надо впадать в молнию величия. Для того, чтобы человек тебе было, для того, чтобы Бог тебе вкладывал мысль в голову, надо достичь определенного уровня развития, которое достигается очень тяжелого труда в работе над собой. относительно того, что мои страхи являются следствием того самого опыта, о котором мы говорили. Я это изнанка моей честности. Потому что я знаю, что ничего хорошего не должно быть. такой, как я. Поэтому я во всем хорошем не уверен. Потому что я понимаю, что мне ничего не причитается такой, как я. И поэтому у меня есть страх от зыбкости и непрочности того, что я воспринимаю как благо. В значительной степени это оправданные страхи. но у меня есть религиозное требование доверять Богу. И борьба со страхами это достойный путь борьбы со страхом это попытаться приподняться над собой вчерашним. потому что эти страхи они могут перестать иметь к тебе отношения. Когда я был маленький мне объясняли, что нельзя бояться собак. собака чувствует страх твой и чувствует свою силу. И тогда она начинает агрестись агрессивно. страх. религиоза. Когда ты не показываешь страх, когда демонстрируешь, что ты силен, то собака поджимает хвост. Это касается наших страхов. когда я боюсь за свое завтра, это в первую я сейчас отвечаю себе, потому что я жуткий трус. Когда я боюсь за свое завтра, это значит, что я понимаю, что все то, что мне дается, дается не по праву, а из жалости, из милости. И поэтому я чувствую неустойчивость происходящего. Но я точно знаю, что мне так сложно сделать так, чтобы я стал другим полезным и нужным, и тогда мне нечего бояться. Когда человек боится увольнения, что он должен делать? Он должен показать, что без него все будет хуже. Он должен показать, что если у него будет хуже, что он очень нужен здесь. Как он это может показать? Своим делом, поведением, отношением, да? То, что здесь? Почему мне надо бояться? я полезно? Значит, это будет хорошо. Хорошая стима. у меня три запитания, два коротких, а не побольше. Я чу ответ для Белявана за запитание, мне интересно, почути, что вашу доме. тот или иной способ взаимоотношений с миром. Это касается всех имен, кроме четырехбуквенного имени. Четырехбуквенное имя это соединение слов был, есть и будет воедино. Как наложение на себя трех слов. А я в и е. Если эти три был, есть, будет. Если эти три как три глагольные формы соединить в одно слово, получите четырехбуквенное имя, которое обознает, что Всевышний источник мироздания, которое вне времени и вне пространства. Это не эпитет, а фиксация. Понятно? Дальше. Другое запитание, это есть, про велетня Бога, который своим кольцом зачепился за корабль Ноя. Есть, только я про кольцо не помню. Носом кольцо наносишь у себя чертова знает это не помню. Только найти кино и выживрали. Помнишь это самое, что Штирлиц выпал из окна и чудом зацепился зацепился. Я об этом говорю, потому что я не знаю, чем он цеплялся. Не знаю, что говорить. Относительно про великана Ога есть такое. с Смотри, по-простому говоря, Медраж воспринимает это как абсолютную данность. Что из поколения до ноевского поколения Кроме Ноя остался в кадр Я не знаю, чему это учит Я не знаю, чему это учит Понимаешь, у меня всегда, когда я сталкиваюсь с мудрошом Меня воспитали На то, что мидраж надо всегда рассматривать как дидактику То есть, грубо говоря, как притчу Которая должна донести какую-то мысль Теперь, здесь я не вижу, что я могу из этого выучить Это не значит, что там нечего выучить и так далее Просто фантазировать не хочу, а вот смысла не вижу Воспринимать ли это по-простому Как описание некого исторического факта Смотри, я живу в мире, в котором такое может быть, что для меня это тоже не впечатляет Ты же понимаешь Надо ли воспринимать как исторический факт, как необходимость, как одну из основ веры и так далее Совершенно не уверен То есть, я не знаю, что с ним надо делать Ну и третье запитание в особистого характера Чего вы относите родинник на праве руки? Хороший вопрос И оно Есть раздражение Которое ничем не снимается И никак не диагностируется Никак не связано ни с грибком, ни с... Короче, нервишки шарят И, соответственно, нервишки шарят И, соответственно, нервишки Все? Да Никто не слышит надежды в голосе Как раз говорили о том Ну, делаю так, определительно Что, зачем нужен человек? Для того, чтобы одухотворять материальное Именно Все это четко Следует не понимать, что именно в Росшишина Да, определяется нужность человека в этом мире Если он не одухотворяет материальное Следует не понимать, что в длительном периоде Все происходит Человек не будет нужна Да, конечно Но Вы услышали Совершенно верную вещь Абсолютно правильно интерпретировали Вы только не услышали еще одну Что никто из нас не знает Вес и ценность Любого из наших поступков И у нас нет понимания Только у того, кто видит Всю картину Целиком От начала до конца Во всем ее многообразии И со всеми частными последствиями Разветвлениями Всего каждого Каждого поступка И так далее Он может оценить целесообразность Того или иного человека У нас подобного рода объема информации По определению нет И поэтому Да, вы правы Но никаких практических выводов За это делать не надо Тогда Что такое Одухотворять То есть За которым столом вы сидите То есть Он уже Получается Делать какую-то свою миссию Одухотворять? Я сегодня утром на эту тему Целую Целую Урок Сделал Что ты мучаешь? Спасибо Когда я Нет, нет, нет Не честно Когда я Пытаюсь жить достойно На основе тех критерий Координат Которые я усвоил Которые я принял И которые понял Когда я пытаюсь жить достойно Я ведь не периодически Пытаюсь жить достойно Я вообще пытаюсь Соответствовать Правда? Теперь И тогда Разные вещи С которыми я сталкиваюсь У меня всегда На подсознании Сразу срабатывает Да? Укладывается это Или не укладывается? Да? Понимаешь? Да Наидыш Моя бабушка Говорила меня У меня учила Есть такое выражение Которое меня Сображало Все мое детство Цепастность Наидыш Не ищи Цепастность Недостойно Да? Когда я что-то пытался Там делать На самом деле И так далее Да? Моя бабушка Надо было Помнить Выражение центра Да? Да? Как будто говно вступило Да? 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 Недостойно Теперь Это Это В принципе Это относится К очень многим вещам Понимаешь? Когда ты имеешь Чем-то делай Это достойно Или недостойно? То есть это укладывается В твое представление О том Какое Должен быть А мое представление Долгое Должен быть Оно основано Оно исходит Из того Каким Бог меня хочет видеть Да То что я могу быть Внутренне непоследовательным Делать Глупости и ошибки И не вытягивать На свою собственную систему ценностей Ведь ничего не меняет Слабость Не является доказательством Ничего и никогда Да? Система-то ценности У меня есть И поэтому получается Да? Когда я что-то делаю И оно достойно То есть это Выражение моего отношения Да? Тогда все в порядке А когда Соответственно Противоречит Цепас Да? Недостойно Понимаешь меня? То есть Вот перед вами стоит Вода Это Сказать на нее благословение Это Одухотерение Это выполнение закона А вот Когда я Да? Я могу пить воду Сказав Перед этим благословение Точно так же Как собака В жиру ее лакает Ага Теперь Но когда Я знаю Что я сейчас разговариваю Мне надо Несмотря на целый ряд Частных факторов Мне надо Чтобы у меня была нормальная артикуляция Не заплетался язык И так далее И так далее Потому что я хочу донести Слово Торы До людей Я пью Мое питье Услышь Мое питье Превращается В часть процесса Обучения Преподавания Торы Я уже не пью Оно Оно переходит в совершенно другое качество Оставаясь с собой Муж лежит с женой Да В одной постели И он ее ласкает Он может при этом себя вести Абсолютно так же Как ведет себя Любое Позвоночное Да А может при этом понимать Что Бог Поставил Благополучие И радость Его жены В зависимости от его поведения И он не имеет права Делать Человека Который от него зависит Несчастным А ее счастье зависит От него И тогда то что он делает Превращается в выполнение Желания Творца Это называется Духотворять материалом Не то чем ты занимаешься А Ради чего ты это делаешь Почему и ради чего И тогда Материальное может стать Абсолютно духовным актом Когда ты кушаешь Потому что Кучу всего надо сделать И надо иметь силы Это одна еда Еда Когда я ем Потому что жрать хочется Это другая еда Понимаешь Это одухотворять материальное Когда у тебя В подкорке лежит Понимаешь Фоном Знаешь на что это похоже На солдат На солдат Помнишь солдат спецслужбы идет Помнишь вооружение этого Что это значит Что когда ты солдат Даже когда ты спишь Ты на службе Все равно Просто для этого Надо быть солдат И тогда то что ты делаешь Да Оно Часть службы Когда ты на службе То что ты делаешь Это часть службы Когда ты в самоволку ушел Вот тогда пробой А когда ты на службе То что ты делаешь Это твоя служба Это твое служение И вот это что ты в этом роде Когда ты имеешь дело Вот это одухотворять Когда ты на службе Когда ты понимаешь За что боролись Тогда оно выкладывается у тебя И абсолютно Абсолютно земные Приземленные вещи Часть работы И тогда они приобретают Другое звучание А когда ты Снимаешь с себя Это ярмо И начинаешь Наконец-то думать о себе Вот тогда начинается проблема С одухотворенностью Я имею в виду Непонятно объясняю Да Я устал Спасибо Спасибо Мы понимаем Но все-таки До праздника еще не рядом Так что Здорово, что это Все, ребята В любом случае У нас принято уже с начала месяца Желать Записи Книгу жизни Да Чтобы Чтобы наше существование Было В радость Да И чтобы оно было целесообразным И только для нас Божья помощь Продолжение следует... В Twitter Аминь В ТВ Книгу Будем В ТВ Субтитры создавал DimaTorzok